О том, как жили в блокадном Ленинграде ученицы 8 класса Арина Праслова, знает почти так же, как и очевидцы событий. Участие в патриотических чтениях – трудоемкая работа. Сотни страниц исторических материалов, книги и фильмы для анализа. В 15 лет не каждый понимает, как сложно и страшно было во время Великой Отечественной. Не потерять себе человека, я считаю. Потому что, ну тогда бы, я считаю, мы, возможно, проиграли бы. Во-вторых, патриотических чтениях имени маршала Василевского приняли участие 65 школьников. Секции самые разные. Во славу земли русской, они сражались за родину, время выбрало нас. В каждой детской работе хорошо видны сопереживания и гордость за своих земляков. Герой России Игорь Станкевич о войне знает не понаслышке и ясно видит, что школьники искренне отнеслись к темам. Война – это тяжелейшее несчастье и для одной стороны, и для второй. Особенно для мирного населения. И рассказывать об этом с каким-то пафосом или еще с чем-то очень нехорошо, на мой взгляд. Прежде всего, мы должны хорошо изучать историю. Не нужно читать какие-либо комментарии. Нужно в историю углубиться и читать то, что действительно было там. Нужно слушать героев, а они у нас сегодня есть. Патриотические чтения, как и само патриотическое воспитание в самарских школах продолжатся. А пока победители этого года получили свои награды и ценные подарки от городской Самарской думы. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.